Молитва утренняя Переходим всякие движения во имя отца и сына и святого бога аминь боже будь милостивным грешником создавший нас господи помилуй нас бесчиславно согрешили господа прости нас грешником помилуй благослови господи иисус христе сын божий по молитвам причисленной матери всех святых помилуй нас аминь слава тебе боже наш слава тебе поем вместе царю небесный утешителю души истинной и живи здесь и все исполняй сокровище благим и жизни подателю и иди вселисяны и очистены от всякие скверны и спаси блаже души наши святы Moh Equus Святы Божьи Святы Was и Крепки Святы Божи Свет аминь Божьи Святы Божьи Святы Божьи Светы Иисус и Сятого Бога Цифрового С handed amy Божьей С frame аминь это ответumuz Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святой посети исцели немощи наши, имя Твое ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Другу, имени пресла и вовеки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да врет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш, сущный, дай нам на сей день и прости нам благи наши, каким мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое Царство сила и слава веки. Аминь. Встав после сна, мы преподаем стопам Твоим благей, и ангельскую песню, и слышам Твое сильной. Свят, свят, свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы, помилу нас. Спасти ли от сна, Ты поднял меня, Господи, просите мой ум и сердце, и открою уста мои, чтобы мне воспевать Тебе, святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы, помилу нас. И ныне пресно, и вовеки уков, аминь. Внезапно придет Судья, и деяния каждого обнаружатся, так в страхе воспитни в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы, по молитвам Богородицы, помилу нас. Встал после сна, благодарю Тебя, святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпения, Ты, Боже, не прогнился на меня, ленивая и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззакония моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие, и поднял мне лежащее без сознания, чтобы принести Тебе утренную молитву, и прославить власть Твою. И теперь просвети мои мысли, открою встал мои, чтобы мне поучаться Слову Твоему, и разуметь заповеди Твои, исполнить волю Твою, прославлять Тебя в благодарном сердце, и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, веки вечного. Аминь. Придите, поклонимся, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся, и припадем по Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся, и припадем самому Христу, Царю и Богу нашему. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как геря посаженных при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист, который он не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивый, не так, но не как прах, возметаемый ветром с лица земли. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторнем лузы их, свернем в себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и ярости своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святой угорою моей. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, и ныне родил тебя. Проси в меня и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразвешишь жезлом железным, сокрушивших, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь судить земли. Служите Господу со страхом, и радуйтесь перед Ним с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогнился, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все, уповающие на Него. Слова Отца и Сына и Святого Духа, и в ней пресно и вовеки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой и Господь Иисус Христос По своему любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоей, молю Тебе Ибо если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью и даром, но более делу Ей многие щедроток и извлечены милости, ибо ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти в обвеки Итак, если вера в Тебя спасает отчающихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель Вера же вместо дел да умеется мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело прадающих меня Но эта вера да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня Да я от причастника славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится Слово, что отторг меня Твоей круги оградой, но или хочу спаси меня, или не хочу Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее погиб я, ибо Ты Бог мой, очарив Матери моей Сподомь меня, Господи, возлюбит Тебя теперь та же, как возлюбил я, когда свой тайный грех И чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатанепрещающему Особенно же, потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа Во все дни жизни, ныне, всегда, в веки веков, аминь Все вместе говорите аминь, то есть ты согласен с этой молитвой, значит, да будет так Святой Ангел, поставь мне хранить мою бедную душу и несчастную жизнь Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое Не дай возможности злому демону починить меня себе преобладание от вас смертного тела Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения О, сытый Ангел Божий, хранитель, покровитель беду наше и тело Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день И сохрани меня от всякого искушения вражеского Чтобы мне не продевать Бога никаких грехов И молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем И сделал меня рабом, достойной Своей милости Аминь Аминь Преститая Ладыщица, моя Богородица Своими святыми и всесильными молитвами Отгонит меня смиренно в несчастном рабатве его Уныние, забвение, неразумие, нерадение Удали со сквером, лукавым и хульным помыслом языканного сердца И помраченного ума моего И погаси плави моих страстей, ибо я у Бога несчастен Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов И освободи меня от всяких злодеяний Ибо Тебя благословляют все роды И причистое имя Твое славится Во веки вечные Аминь Аминь Угодники Божии Каждый называет свое имя Угодника Божия по имени Молите Бога о спасении души нашей Господь и Бог наш Ты владыка неба и земли Благодарим Тебя, Господи, за эту милость, что отказал Ты нам и в это сегодняшнее утро Ты поднял нас с водра нашего Благословенно представящий этот сегодняшний наш день Дай нам во всем разумение, Господи Здравомыслы и рассудительности Дай нам желание потрудиться в этот сегодняшний день также Всеми теми талантами, дарами, что Ты наделил каждого из нас Дай нам желание, Господи Также помоги нам уразуметь Святое Твое Евангелие Чтоб оно вошло в наше сердце, в разум, на уста наши Чтоб мы, Господи, не только чтили Тебя устами своими Но и сердцем Тебя чтили Но и также исповедовали Тебя предживущими людьми, которые не знают Тебя Вложи слова Твои в сердца этих детей, Господи Дай им познать Твое милосердие, Твою любовь, сострадание Твои крестные страдания, что мы видим на кресте Помоги нам это все узнать Раскаяться, если мы чем погрешали при лицом Твоем Прости нас, Владыка Ты знаешь наши немощи, Ты знаешь наши грехи, Господи Помоги нам исправиться, очиститься и убедиться Ибо Ты нас призываешь к совершенству, чтобы мы были так же совершенны, как и Отец Небесный Помоги, Господи, даже нас Научиться любить друг друга от чистого сердца Помоги нам, Господь Также, Господи, молим Тебя За наших духовных наставников Священника Иакима Игнатия Помоги им, продли их жизнь во славу имя Твоего Дай спасаться их души Благослови также наших херархов Метербург и Ларион, епископы Тихии Патриарха Кирилла Метербург и Ларион, Метербург и Корнилия Метербург и Сергия Алтайского Помоги, Максим, других епископов Помоги даже священникам Мирианам, Господи, всем ревностно Вникать за контроль совершенный И нести другим людям, сидящим в адме Благослови также, Господи, правители мира сего Владимира, Дмитрия Рамзан Других Дай им страх Твоя Святой Дай им познать, что Ты есть Царствующий Господь Господствующий Помоги также нашим родным и близким Которые знают Тебя, укрепи их Поддержи их Благослови родителей и детей, Господи Помоги им, дай мудрости Как наставлять детей Помоги также тем нашим родным и близким Которые не знают Тебя Дай им, Господи, познать И умер в сердце Выслушать Твой призыв Которым в каждом из нас В человеческое сердце стучишь Чтоб мы откликнулись на этот призыв И отдай всю свою жизнь на служение Тебе Помоги также Всем тем людям Которым мы когда-либо Благослови с волоками Чтоб и на них упало это семя Вы будете больше сердца И в долг В свое время Вы будете тридцать Какой шестьдесят Какой сто крат Привойте с нами, милосердный Господь Не остави нас В течение нашей всей жизни Не покинь нас Как Ты великий, наш Господь Слава Тебе Наш великий Господь Слава Тебе Тебе, Господу Богу нашему За все хвала Честь и поклонение Отец И Святой Бог Аминь Последи нашу молитву С молитвами всех святых Молящих Тебя на небе и на земле И услышь молитву Всех, кто молится о нас Во благо Спасение душ нашей И прими нашу молитву Всех, кто заповедал Молиться о них Слава Тебе, Господь наш Слава Тебе Слава Тебе Слава Тебе Говори, Господи, слушает и слышит Раб Твой Слава Христу Все, доброе утро Доброе утро Как просьба Вы можете старше идти Ваня, куда прошу Вы Когда на молитве стоите Все свои движения Руки с команды Постань Все свои движения Прекращай Тут комары Подойти не улица Молиться там комары поедают А что ты тут Чесался и Стой прямо в себя Молочишь Дальше устанешь Вы должны бодрственно Молиться А если не можешь бодрственно Думай о этом Тем более Как я слышал Ты в алтаре ходишь, да? Да То есть ты должен быть Образцом для них Всех Кто от этого не был Достойный А я часто знал Людей, которые Мальчики допускают в алтарь Они в основном Становятся другие Дерзкие И у них Нету какого-то Страха Божьего Богобоязненности Понимаешь? Ты как бы Человек, который Побыл в алтаре Думаешь, что все Немножко над другими людьми Начинает возвышаться Вот это плохо Себе учти это Я в них веру Ни в одном не видел Вот так вот На молитве Как ты стоишь Значит ты не молишься Просто устами Произносишь А сердце твоё Совершенно в другом месте Разум Сердце Всё должно быть Устав Всё должно быть Убедено Слитно Он должен всё это понимать Молитва это главное Если вы увидели Что человек стоит Молиться Остановись И подожди То есть Не подходи к нему Не переживай его Потому что он разговаривает С владыкой неба и земли Ты будешь за это наказан Если ты эту связь начнёшь проживай Ну конечно Человек повернётся Но бывают случаи такие Когда надо Например Что-то случилось такое Тут понятно Там Подбегаешь и призываешь Что нужно Какая помощь А в основном Всегда Благовине Относитесь Кто молится У вас главное Это послушание Пятая заповедь Заучили Кто помнит Из нас Кто был постоянно здесь У нас Прилагии Тараси Ничего не было Вот это Воротник Загни Воротник Воротник Загнал Вот так вот Закатай его Просто Ваня Пятая заповедь Почитаю Почитаю Отца 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 Святого Святого Духа Аминь Отца 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 Что-то Они расселись Сядь Покушни Покушни Я уже снялся Сядь Здесь Здесь Я уже снялся Иван practise Виталий Почитаю Вот так Сядь прямо Только предисловие нам неизвестно в точности кем был по происхождению святой апостол и евангелист лука кто может перечислить сколько евангелистов было понятно кто может их перечислить может запоминай вы запоминайте запоминайте по порядку они же нас по порядку давайте четко и членораздельно москве марк лука и уанн москве марк лука и уанн Вот мы сейчас читаем Евангелие от Луки, это Третья Евангелие в Слове Божьем. Нам неизвестно в точности, кем был по происхождению святой апостол и венгерист Лука. Он родился в Антиохии, и потому принято считать, что святой Лука был по своему происхождению язычник, принявший иудейство. По роду своих занятий он был врачом, что церковное предание присовокупляет к этому, что он был та же живописцем, то есть иконы писал. Святой Лука принадлежит числу, ну не только иконы, конечно, но и другие. Святой Лука принадлежал числу 70 учеников Христовых. Древнее предание свидетельствует, что ему вместе с Клеопой явился воскресший Господь. Это Луки 24 глава с 13 по 33 стих. То есть было событие, когда Господа уже распяли, и вот шли Лука и Клеопа, два ученика Христовых. Они между собой рассуждали. И им по пути явился Господь воскресший. И он говорит, о чем вы рассуждаете? Вот был великий пророк, которого мертвили. Они его не почитали, как забыл. Сядь прямо, она развалится. Уберите локти, сядьте спокойно. И он на них тогда начал упрекать их за неверие и плюс к тому же начал измять им из Писания. То есть наша вера на чем основана? На слове Божьем. Римлянам 10-18 говорит, Итак, вера от слышания, запоминайте, Николай, не крути, а слышание от Слова Божия. То есть мы за очередь поставим, где вы находите. Вы, это внимательно, Николай и Илья, вы новички, запоминайте. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Можете повторить? Кто из вас улавливает быстро? Итак, вера от слышания от Слова Божия. То есть Святая Библия. От Слова Божия. От Святая Библия. Это наше православное издание. 77 книг. 1876 года. Это перевод сделан на Святую Библию. На русский язык. То есть вот отсюда все наши, все наши, появится заповеди, все здесь изложено. Господом Богом, Творцом неба и земли. И мы должны знать. Если ты не будешь знать, как я вам злату узбей, ты будешь нарушать. А нарушение заповеди, это что? Кто может сказать? Грех. А грех это? Наказание. Это смерть. Смерть. От чего? Так, Николай Сергеев. Не надо назвать. Водушку. Потом втянетесь в этот режим. Грех это смерть. Написано, ибо возмездие за грех – смерть. То есть согрешая даже мысленно, ты достоин смерти. Это в первую очередь происходит духовно. То есть ты отчуждаешь от Бога. Ты вроде молился, взывал Богу, у тебя была радость на сердце, но ты согрешил, Николай. Ну сядь ты прям, что у тебя с глазами? Не закрываются глаза, что ли, ничего нет? А что ты? Спички вставят. А наше учреждение от Бога. Вот для этого нужен нам Господь воскрешивший, Иисус Христос, Который взял все свои грехи. Вот мы смотрим на распятие. Господь взял все грехи мира на себе. Лично наши грехи. Когда в это осознание придет вас, как это было со мною, в 26 лет я встал на колени гниться и перед Богом покаялся, потому что я 26 лет прожил без Бога. У вас есть начало с самого детства, то есть себя посвятить для служения Богу. Все, независимо, кем ты там будешь, женаты, неженаты, замужни, незамужни. Тут уже от вас зависит. Но сразу вас предупреждаю, что вы понапрасну, с горяча обедов никогда никаких не давайте пред Богом. Внимательно все отдумай, помолись, а потом уже только решайся на этот шаг. Лучше трудись, как говорится. Как мы с братом тут трудимся, сестры приезжают. Подражайте им этому. Из них деяния апостольских видно, что начиная со второго путешествия святой апостол Павла Лука делается его постоянным сотрудником и почти неразлучным спутником, не покидая его даже вузов. Есть сведения, что после смерти апостола Павла святой Лука проповедовал и умер мученической смертью в Ахарии. То есть все евангелисты, вот 12 войн было это, 12 было апостолов у Господа, а не все умерли мученистки, кроме одного. Один с умер, а 12-й умер своей смертью. Это кто? Кто знает? Я. В святой Евангелии от Луки написано, написал по просьбе некого знатного мужа, достопочтенного Феофея, жившего в Антиохии, для которого он написал затем и книгу «Деяния апостольских». Евангелие, по мнению ряда исследователей, написано в Риме не позже 62-го года по Рождеству Христову. Святой Волкав пользовался не только повествованием очевидца служения Господа, но и некоторыми уже существовавшими тогда письменными записями о жизни и учении Господа. По его собственным словам, это повествование и письменные записи были подвергнуты им, самым тщательным исследованием. А потому Евангелие его отличается особой точностью и в определении времени и места событий, и строгой хронологической последовательностью. С древних времен сохранилось утверждение, что Евангелие от руки было одобрено святым апостолом Павлом. Павел, который был Господом призван от Дега Можем, как его считают, 15 апостолом. Читаем руки 1 глава, с 1 по 4 сих. Ваня, глаза открыты. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служительное слово, слово с Большой Бухгой, то есть Христа, то рассудилось и мне под тщательным исследованием всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. мы считаем, не только Словом Божьем, мы еще также прилагаем к нему толкование святых отцов в православной церкви. Один из них – это блаженный Феофилакт. Повторите, блаженный Феофилакт. Феофилакт, да. То есть запоминайте. То есть не просто толкование. Почему? Потому что в Униеме 8.8 написано «Народ читал закон Божий и присоединяли толкование». То есть к этому прилагаю. Чтобы народ понимал прочитанное написанное. Толкование, блаженный Феофилакт. Кто были эти многие, которые сначала лжиапостолы? Ибо точно многие составляли Евангелие, каково, например, Евангелие от египтян и Евангелие с надписью от 12. Они только начали, а не окончили. Поскольку они начали без благодати Божией, потому и не окончили. То есть некоторые люди говорят, «Ну что ты мне говоришь тут Евангелие какое-то? Я сам надо будет напишем». И что ты не напишешь? Это Алмам. Почему? Потому что это дар от Бога дается. И они были свидетелями того. Тех событий, когда Господь был на земле. Итак, Лука хорошо сказала. Многие начали, подлинно немногие, именно Матфея и Марта. Не начали только, но и окончили. Ибо они имели Духа, творящего совершенно, то есть Дух Святой, о совершенно известных между нами событиях. Ибо относящийся к Христу не просто известно по голословному преданию, но истинно, совершенно верно и вполне доказательно. «Как же, скажи, Лука, это доказательно, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова?» Из этого видно, что Лука был учеником не с начала, но в последствии времени. Ибо иные были учениками Слова с самого начала, например, Петр и сыны Завидеевы, Матфея 4, глава 18, «Они-то и передали Луке то, чего он сам не видел, не слышал. Прежде я наставлял тебе, Феофил, без Писания, а теперь, передавая тебе Евангелие в Писание, утверждая твой ум, чтобы он не забыл переданное без Писания. Вначале люди еще в Бетхом Завете передавали устно, то есть кто кого у них было в обычае, передавать кто кого родил, например, Аврам, Исаак, Исаак и Иаков и вот так. Плюс другие знания о Боге, о сотворении. Илья, ну что ты там? Как он тебе кровь пил? Ты внимательно слушай. Слышишь? Нет, Илья? Не отвлекайся на другие. Внимательно слушайте. Внимательно слушайте. Что может быть он и ложь говорит, но когда он пишет свои слова, мы верим, что он не написал бы, если бы не был смело уверен в истине свои слова. Так и Евангелие говорит, для того я написал тебе Евангелие, чтобы ты с большей уверенностью содержал то, в чем наставлен был без писания. Имея поле ко мне доверия теперь, когда я настолько уверен в преданном без писания, что изложил умное и в писании. А потом Господь повелел, был пророк Моисей, которому повелел записать закон. Это пятикнижный Моисей называется. Ладно, буду с вами. Ну все, на сегодня хватит нам. То есть надо запомнить, для вас, кто, Тарасий, ты невнимательный, смешил, почему тебе из-за разума все рассеивается. То есть Матфей, Марк, Лука и Ярм. Четыре в английском. Евангелие одно по своей сути. Евангелие это значит, что? Благая весть. Добрая, хорошая весть. Для кого? Для людей, для нас. Что в мир явился Христос, Спаситель. Ну все, встаем и на работу. Слава тебе, Божену и слава тебе. Слава тебе, Божену и слава тебе. Субтитры сделал DimaTorzok